всем привет это перна тикс лайф влог вы сказали что вам нравятся влоги поэтому держите сегодня у нас суббота утром и будем кормить завтраком моих птиц и в первую очередь я даю пророст который я приготовила вот в этой замечательной новой кружки и с каждым разом я убеждаю что такой способ для меня самый удобный и здесь такой офигенский получился вот пророст зернышки какие проросли какие только проклюнулись так как я именно замачиваю проращиваю смесь специальную которую делаю для замачивания и проращивания самостоятельно из различных зерен плюс сухой корм кстати у нас сейчас дождливая погода поэтому вы можете слышать шум ветра либо какие-то капли на улице все шумит поэтому особо тишины нет вот такой замечательный пророст и получился у меня за полтора суток вот и сейчас будем угощать этим птичек в общем очень удобно если у вас пара-тройка птичек обязательно присмотритесь возможно вам такой способ проращивания замачивания очень понравится яша баня я у них по прибирала но правда еще не пропылесосила и вы можете видеть сколько мусора здесь на полу поставим пони пророст кстати по поводу пони и вчера пришли у нас результаты последних анализов и наш доктор нам назначил уже лечение сегодня утро мы уже приняли первую дозу лекарств но что-то он не хочет конечно он позавтракал зерном гранулами поэтому скажи я не очень голоден а вот банифаций с яшей смотрят на это все дело и ждут когда я им поставлю держи да сейчас они все покушают потом все пойдут гулять да бантика вкусно тебе нравится проростик вкусный скажи пророст ну а царевна не смеяна как обычно никуда не торопится да я сюль кстати она самая беспроблемная подача лекарства на их хорошо ведет себя в руках у меня и пьет лекарства без танцев с бубнами а вот с банифациям до приходится изощряться чтобы он все проглотил ничего не выплюнул и так далее ну и пришло время травки в первой банке у меня здесь мятлик курчавый замороженный поэтому насыпаем его немного следующие баночки у нас мятлик луговой тоже насыпаю немного вот такую форму таки с какого-то пирога удобно использую пока не поломается буду пользоваться хотя обычно насыпаю какую-то миску третья форма у меня с разнотравьем колосковым в принципе из-за того что я хорошо просушиваю от влаги она набирается даже без вилки а просто можно набрать руками поэтому набираю немного такого разнотравья и также из двух пакетов в которых я сохраняла излишки здесь у нас свинорой вот такой вот добавляю немного вот такой прям зелененький на фоне полу спелых колосков остальных и здесь у меня спарыш излишки которые оставались пустой как я ходила собирала осенью птицам и тоже добавляю немного из расчета чтобы хватило на всю зиму а здесь у меня в пакете молодые побеги елей поэтому они вот такие замороженные и сейчас тоже немного добавляем от них запах просто великолепный ложим вот сюда вот и зеленая мисочка практически готова но попробуем добавить сюда еще листовой зелени свежей которую можно найти на грядках и так я переместилась уже в кухню дома так как зелень и морозильная камера в которой она хранится находится у нас во флигеле поэтому я туда хожу за зеленью я уже добавила сюда немного рукколы и петрушки то что растет на грядке перемешала и сейчас жду чтобы она немножко разморозилась но как бы она то и не замерзшая в плане того что из-за того что нет влаги после помывки которую я хорошо просушиваю до зелень а вот такое слегка прохладная ну как бы сейчас она немножко отойдет единственное что здесь вот эти еловые они немножко подморожены но они уже вот начали отмораживаться но честно говоря меня вообще лед не пугает так как в некоторых зоопарках и парках птиц летом птицам дают замороженный сок в виде фруктового льда попугаи едят снег и купаются в снегу так что это у нас немножко все это преувеличено про страх льда холода снега и так далее и здесь я уже нарезала кубиками фрукты и овощи и также набрала немного высушенной черной смородины и боярышника это для попугаев но тут немного но хватает если птицы будут кушать все понемногу то им всего хватит какие-то огромные миски фруктов овощей ягод как я вижу иногда в некоторых группах нарезают я уже об этом не раз говорила когда для волнистика нарезают столько как вот эту миску разных фруктов и овощей но птица максимум в день съест где-то от 10 до 20 процентов от своего веса то есть если карелла у меня весит 100 грамм то она может максимум за день съесть 20 грамм пищи это суммарно с зерном проростом ветками кусочками коры семенами фруктами овощами поэтому как бы много всего нарезать но не вижу смысла то есть это немного лишнее и конечно понимаю что люди хотят максимально дать все но нужно все-таки как-то рационально взвешивать количество еды которое нужно зелени даю много так как ее есть и нужно понимать что птицы не едят вот это все как коровы полностью съедая они просто возьмут какой-нибудь вот колосочек выберут из него там мельчайшие семяшки и дальше их вот эти вот колоски части колосков интересовать не будут поэтому эта зелень она практически вся остается за исключением того что птицы из нее по выбирают семена поэтому разговор о том что я дал зелень птицам колоски и птицы просто по разбрасывали и не съели вы должны понимать что птицы не будут есть колоски целиком а только по выбирают семена и сейчас я жду когда это сейчас немножко нагреется смешаю вот это все и разложу им по мискам а еще есть у меня вот такая помощница дома львика она тут греется тут у нас к же теплый пол поэтому мы лежим и греемся помогает и охраняет меня гляньте какие лапки сливаются с кафелем мальвуська девочка мы чонечко тоже ребятенок такая хорошая дома скажи я не птичка нечего меня показывать получаются вот такие обалденные две миски вкусняшек и по итогу это как бы обед аля ужин до конца дня и больше я им ничего не планирую давать так как этого им предостаточно для насыщения здесь они могут выбрать все что их душа пожелает фрукты овощи ягоды зелень семена в общем все что им нравится они будут отсюда есть и им этого хватит до завтрашнего утра поняши поняша про тебя хотят видео отдельно да иди кушай он чуть будет очень долго прицеливаться как обычно да бонифаций ты как пожалуйста как ты пьешь лекарства как тебя надо уговаривать да иди кушай пойдешь кушать яська спит вон там дремает сонечка на улице дождь и несмотря на то что день просто пасмурно и даже темно поэтому она дремает яська продолжает дремать монифаций не теряет времени зря а вот и яська проснулась и тоже пришла кушать подремала подумала и решила что она не прочь подкрепиться что ну конечно же это все падает вниз до есть разбрасывать скажи наше все куда все момент упущен каждый занимает свое место ну а теперь пришло время лечение я развела уже нужные лекарства мы лечимся таблетками разведенными в воде вот в определенной дозировке это у нас так надеюсь меня не забанят за шприцы поэтому будут птички мы лечимся таблетками еще раз повторюсь которые разводятся в воде в определенных пропорциях вот и даются птицам это антибиотики и антимикотические препараты согласно результатов подтетровки то есть чувствительности к антибиотикам и другим препаратам и сейчас будем набирать вот эти три шприца которые показала еще и 4 препарат который дается в неразведенном виде у меня всего там было инсулиновых 10 шприцов 4 препарата яси 4 препарата боли и два препарата пони то есть мне нужно сейчас набрать определенной дозировки нужных лекарств в 10 шприцов и все это выпает птица знаете как говорят глаза боятся руки делают так что сейчас буду все это набирать конечно как я это все делаю я показывать вам не буду потому что я наверное стрессую больше чем птицы в руках у меня здесь самый маленький пациент я его поймала и сейчас будем давать ему лекарства у него очень маленькие дозировочки по сути дела по одной капли каждого лекарства но ему это дело не очень нравится вообще у меня рук не очень любит поэтому для него это шок поэтому сейчас будем давать ему лекарства но он кстати хорошо пьет я думала что будет с ним намного хуже вот этим красоту нам я уже все дала они немножко отходят чуть потрепан и так как я их заматываю в полотенечко чтобы они не трепыхали крыльями да скажи я все запомню бонифаций да спустились они поужинать я еще немножко сыпанула расторопши поэтому они кушают они после лекарства сейчас быстро минут пять они наводят красоту немножко поправляет свои перышки которые я немного ристрепываю им когда беру в руки и заматываю в полотенце но в принципе все нормально но для меня это все равно стрессово для них тоже вот они сейчас кушают бонифаций ищет зернышки выгребает зелень вот так и все это дело на полу оказывается чем вам не куры поняша да тоже перекусил немного отошел сегодня у него первый день лечения поэтому он еще не понял что произошло а вот попугаи кстати они уже по времени видно чувствуют когда я тут готовлю лекарства прихожу пытаюсь взять их в руки хотя до этого они идут ко мне на руку нормально они начинают от меня текать вот они уже знают поэтому я всегда после лекарств что все еще видите сглатывает потому что это же как бы взвесь получается как растворенная суспензии лекарство в воде она полностью не растворяется она как песок в воде нужно взбалтывать набирать и таким давать поэтому вот поняша чистит клюв пытается все это дело за есть запить чтобы не чувствовать этих неприятных ощущений да поняш ты такой ты такой дамочку и ай-яй-яй-яй счастье со мной делала да ну ничего лечиться надо так вот о том о чем я говорила я пытаюсь сделать так чтобы они не боялись самой процедуры и подхожу говорю сейчас будем пить лекарства они конечно меня уже знают и текают но всегда после приема лекарства я стараюсь им дать положительное подкрепление вот я насыпала немного зерен расторопшей которые они обожают им сверху на зелень и они кушают в прошлый раз я давала им чумизу еще какой-то день я давала им семена дыни тыквы и арбуза вот ну то есть чтобы они понимали что сейчас за вот этой неприятной процедурой потом последует вкусняха и чтобы они положительно подкреплялась их вот это вот лечение кстати это рассказывала по моему мария маркина или кто-то еще вот что нужно положительное подкрепление чтобы птица понимала что потерпев немного она получит вкусняху а попугаи продолжают все выгребать выгребать и выгребать копаться и копаться уже полностью все перевернули перегребли переворошили банифаций там что-то еще находит я себе тут кучку нагребла рядышком и вот видно как она с части колоска выбирать семена кстати уже скоро придет время чтобы они возвращались к себе в клетку и я наверное остаток зелени тоже поставлю вниз клетки они еще могут в ней продолжать копаться до того времени как будут маститься спать вечер боня с яшей уже у мастились на своих местах они чаще всего спят вот так не прям рядышком но и не сильно далеко друг от друга иногда лишь напротив друг друга вот есть говорю и они все я их это помешало им маститься здесь поняша уже тоже позевывает подтягивается мылит перышки и уже такой вот пушится шариком становится но уже тоже ему хочется спадки потому что уже время так что всем спасибо кто посмотрел этот влог всем пока увидимся уже скоро